Так, приветствую всех зрителей моего канала. Это видео для тех, кто знает, кто такая вот эта Элли. Для тех, кто не знает, можете выключать, вам не сюда. Вы все равно не поймете здесь ничего. Разбираемся с ситуацией на Терко-Люмерис, на зеленой. Откуда Нексус? По книге Рэйвена. Здесь ситуация в чем? Да, как вы знаете, там была очень непростая ситуация на Терко-Люмерис. Эта ситуация была создана тысячу лет назад, до того, как начинается сюжет. И поскольку за 10 лет, до того, как начинается сюжет Весперии непосредственно, у нас все здесь ломается, потому что Дюкс и Люсифром выиграли людям войну против них. Это была не война, это, в общем, была война на уничтожение. То есть вопрос, а где город, в котором родился Рэйвен? Нету этого города на карте во время Весперия, нету. Все снесли. Остановил это Дюк. Но поскольку император нарушил договор древний и казнил Люсифура, Дюк очень сильно разозлился и забрал меч. Поэтому в империи после этого императора не могли 10 лет назначить наследника. И начался вот этот вот распил власти между Рэйвеном во главе с Дюкс и Советом. Это вы все знаете. Теперь, что нам из этого нужно сейчас? Ситуация в Астерии другая. Элия не из астерийского прайма, откуда вот этот Юрий, и Элия, которая пришла к нам. Это Элия приходит только в 6 главе. И у Риэ честно здесь в Эвенте до момента, когда они познакомятся. И этого тоже в сюжете Астерии нет. То есть Элия просто пришла и удивилась, что Риэ ее еще не знает. То есть это у Риэ из прайма, и Элия из одной из параллелей, наших астерийских. Но здесь начинается та же самая тема, что в АЕ. Они сами начинают воспринимать друг друга, независимо от мира, откуда они, они начинают воспринимать друг друга своими. И теперь у нас возникает вопрос. Есть ли такая сингулярность имеет место быть? Я уже говорила, межпланетная. Как вот этот наш столб здесь, который не помнит ничего из вот этого мира, кроме интелестии, обрывочной из-за того, что кого-то с ним сделал. Зато помнит и, как бы, в принципе, отзеркален сюда стеркалюмерис. То есть он тот, с кем здесь все равно возится дюку, потому что дюк забрал тогда меч у императора и по каким-то своим причинам на определенный промежуток времени передал этот меч ему. Отсюда идет вся эта тема с наследником. И почему нам сейчас нужен он? И этот меч, и эта формула. То есть, что я хочу сказать? Стоит в книге вопрос, что дюк вообще когда-то был за них. Нет. Он людей спасал от них. А тыркалюмерис. Поэтому ситуация крайне сложная сейчас. Выбирать их сторону, даже если она сейчас у нас реально вылупится такая красивая, выбирать их сторону, в всяком случае, в голосовании, это очень опрометчиво, даже при условии, что, как бы, у меня канал поддерживает интеллистью. Называть их демонами слишком примитивно? Конечно, но что творилось на терке и что сейчас происходит в терноног, другого слова, наверное, здесь для них не подобрать. То есть, понимаете, да? За 10 лет там карта мира изменилась до неузнаваемости, до начала висперийского сюжета. Потому что там была вот эта война и очень много что без перьей выглядит совсем не так, какое оно есть на самом деле. Поэтому здесь я хочу все-таки сделать акцент на том, кто у нас Рэйвен. И как правильно относиться к Рэйвену? Он ничего этого не хотел. Он просто помер в той войне. Сейчас лучи ломают эту ситуацию еще раз, что все-таки все поднятые таким образом, они не те, кто померли. То есть, это ситуация, когда воскрешают всех поголовно, во франшизе, где концепты такого воскрешения не существуют. Следовательно, что-то здесь не так. Правда, со слов Алексея, он был единственный, кого они смогли вернуть таким образом, поэтому там тоже. Вопрос очень интересный. Съегаром. Это книга-канон. Это книга-канон, который завязан через эту Элли на Астерию. В ней рассказано много того, о чем вы даже не начнете подозревать, пройдя вашу дурацкую, тупую ДЕ. И она идет не по таймлайну с ДЕ. Нет никакой пати. Вообще никакого места для пати нет. Соответственно, вся линия с Флинном тоже строится по-другому. Но мы здесь сейчас не обсуждаем личные дела кого-то. Нам надо разобраться глобально в понятии, что нужно Дюку. Что хочет Дюк получить здесь? Что хочет Дюк получить здесь? И здесь. Он заботится в Астерии о канонно, так как он заботился о Висперии и о Юре. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok